Добрый день, уважаемые зрители. Канал Туалайф начинает отвечать в прямом эфире. Мы находимся на Истакиевской площади, перед Истакиевским собором в Санкт-Петербурге. Здесь уже несколько дней продолжается акция оппозиции. Такая бессрочная акция. Люди вышли на площадь и не уйдут с нее, пока не уйдет из президента Владимир Путин. Это поддержка московской акции. Уже многие другие города поддержали эту акцию. Акция совершенно мирная. Акция без лозунгов. Люди просто стоят, то есть песни с белыми ленточками. Добрый день, пожалуйста, в другом ленточке оставите. Кому-нибудь я просто прямую трансляцию веду. Оставьте кому-нибудь, да. Люди стоят уже здесь несколько ночей, несколько дней. Вот они-таки едят, они-таки пьют. Они тут держат оборону. Вот дорогу 24-го числа. Видите, дерево покрытое ленточком. Народа немного. Дело в том, что сегодня, попозже, здравствуйте. Сегодня все-таки рабочий день. И вот такие вот партизаны, которые могут не работать, они вот здесь вот присутствуют. А вообще, на самом деле, попозже люди подойдут сегодня вечером. И, возможно, будет народу много. К тому же, ждается мост с московскими участниками. Прямой видеомост. Обещала Ксения Собчак в своей передаче «Газдеп-2» организовать вот такой вот мост. Сейчас мы дайте кикос. Стойких участников поспрашиваем. Ребята, есть кто-нибудь, кто долго уже стоит здесь? Кто уже долго стоит, есть кто-нибудь? Ну, с утра. Ага, сейчас расскажите. Прямая трансляция? Прямой эфир. Привет, ребята. Мы стоим с утра. Мы ужасно промокли под ливнем. Днем нас было 10 человек, но мы не разошлись. И мы дождались подкрепления. Сейчас у нас организуется телемост с Москвой. Так что подходите все. Всем будем рады. У нас много еды, много позитива. Много инициативы. Что же телемост будет, не подскажете? Ну, смотрите. Ситуация следующая. Где-то вчера вечером флит-аккаунт «Вейкапраша» предложил. А давайте мы сделаем телемост между Питером и Москвой завтра. Все ура-ура. Пошли ретвиты. И, видимо, во все эти шумихи кто-то решил, что все это уже организовалось. И стал писать не «давайте сделаем», а «что будет сделано». И все стали друг друга порезвыпать. «Давайте приходите, у нас будет телемост». Я приезжаю с утра и спрашиваю, ну как? Что там с ним по странам? Все говорят, что мы не знаем. И никто не знает. Пишем в Москву. Там тоже слухи ходят, но никто ничего не знает. Ну, в итоге, цель наша – организоваться. Вот мы и сами организовались. Нашли быстренько ноутбук, нашли модем. Сейчас нам придет камера. И в Москве еще то же самое. Попробуем связаться с началом. Если будет очень тяжело, можно через нас делать, потому что это прямая транскакция, если мало ли будет проблем. Самый минимальный вариант, который мы сразу могли сделать, это iPad и Skype. В Москве это все-то есть. Мы хотели, чтобы качество было получше, поэтому начали тут координироваться, скоординировались. Сейчас ждем, что это же делают и в Москве. Сначала просто думали, что вообще вредит там человек Собчак, потому что она… Ну вот говорили, да, не будет, да? Непонятно, потому что сама Собчак ничего не отвечает, а в Москве все каидином говорят, что мы ничего не знаем. И пытаются организовать все сами, незнакомые люди, немедийные, неизвестные. Вот просто пришли и обязаны. Ну, говорили 19 Собчак, а потом сейчас перенесли вроде на 22 часа Собчак вроде бы. Ну, это не мы перенесли. Ну, мы по радио говорили, по крайней мере. Хорошо, а вы не представите, что вы, чего вы, откуда? Я Владимир Владимирович, я не буду перенесать. Никогда никакой активности не снимался. Единственное, что я сделал, это понаблюдал на президентских выборах. И сажал обратить плащу. Ага. И что? И что? И для чего вы пришли? И что стоите? Что хотите добиться? Пришли из-за того... А, ну, пришли, понятно, поддержать москвичей. Это информационный повод. А цель? Координация, организация. Мы хотим создать информационную волну вокруг наших бежуков. И хотим, чтобы к нам присоединилось больше людей. Во-первых, мы хотим, чтобы нам позволили собираться мирно не только сейчас, но и, если мы, например, достанем лозунги. Потому что, если мы сейчас достанем лозунги, вот там стоят полицейские, и они, наверное, начнут задерживаться, тряситься и, в общем, проявляется недовольство. Пока мы мирные, они тоже мирные. Мы хотим, чтобы, когда кто-нибудь захочет что-нибудь прокричать или достать какой-нибудь лозунг, чтобы на это тоже была адекватная реакция. Это записано в законе, да? Да, но, на самом деле, это общее настроение людей. Мне кажется, что очень важно еще поднять такое информационное поле, чтобы люди, которые никогда не занимались такой активностью, чтобы они поняли, что это круто, что если у вас есть идеи, вы можете их приносить. Если они всем понравятся, они будут реализованы. У нас приходят мои знакомые, они начинают общаться, охотят своих каких-то по интересам общих знакомых. И начинают координироваться. Именно так же координировали наблюдатели Петербурга. Именно так же координировала Женя Чирикова своих вовлогов. Именно так же координировала завтра религиоза. В общем, именно так должно быть нормально для авторской общественности. И ради этого мы здесь находимся. То есть, а у акции есть какая-то цель, какие-то сроки? Сроки? Нет. Ну, видите, здесь не очень стоят люди. Потому что начнут расходиться, когда поймут, что они делали что-то стоящее. Пока еще нет. Проблем не было с полицейским? Нет. Нет, задержания были только с 8-го, но тогда и в Москве задержания были, и тогда это была еще акция такая радикальная. А вот эта мирная бессрочная безуха, она, в общем-то, началась с 8-го. И с тех пор не было ничего. Иногда они подходят либо они просят убрать мусор, либо они просят снизу скамейки, либо они, ну, в общем, такие мелочи. В общем, они и наша предоставочная охрана. Смотри, а что-нибудь, ну, можно какая-нибудь, вот, верите, может, какая-нибудь помощь, что-нибудь, принести, да, вода, туда-сюда, что-нибудь? Медит точно не надо. Каждый, кто сюда приходит, он приносит какую-нибудь еду. Поэтому здесь уже еду накопилось на целую роту. Так что приходите и ешьте ее. А с собой приносите ханты, мединовые сапоги и горячий чай. Вот горячий чай – это самая крутая вещь, его всегда не хватает, и он всегда востребованный. Здесь был жуткий ливень сегодня, каждовиков принесли много, но они популярностью не пользуются. Ханты круче и резиновые сапоги новых размеров. Смотрите, я совершенно такой же человек, как все, кто стоит в архиве по-другому. Это хорошо, спасибо. Такой ликен прямо, велико ординарный. Походим, посмотрим, спасибо. Вот такая какая в Питере, на Роббе чуть-чуть прибывает. Потихонечку. Потом еще кто-нибудь поспрашивает, что у него есть. Ну, трансляция будет длиться некоторое время. Посмотрим, как, что будет происходить, куда будет все двигаться, что меняться. Пока маленькая пауза, трансляция сейчас продолжится. Через минуту. Ты голодой тяжело видишься. Ты сейчас только днем, но и пошли.